Что же происходит внутри нас? Оказывается, мы не болеем и не стареем. Это делают наши клетки. Они состоят из множества молекул. Когда эти молекулы стабильны, клетки воспроизводятся, сохраняя организм молодым и свободным от болезни. Стабильность молекулы определяют спаренные электроны. Однако в клетках постоянно присутствуют и другие молекулы, у которых не хватает одного электрона. И они ведут себя весьма агрессивно. Это свободные радикалы. Они взаимодействуют с другими молекулами, забирая у них электрон, чтобы вернуть себе стабильность. Когда молекула теряет электрон, она сама становится свободным радикалом. Цепная реакция запущена. При нормальной жизнедеятельности организм сам справляется с данным процессом. Однако под воздействием негативных факторов внешней среды и вредных привычек количество свободных радикалов возрастает сверх меры. Эти агрессоры видоизменяют и разрушают клетки. Клетки, которые умирают и клетки, которые воспроизводятся в поврежденном состоянии, являются причиной патологий нервной и иммунной систем, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Вот как это происходит. Под воздействием свободных радикалов жиры, которые находятся в организме, окисляются, становясь липкими и прикрепляются к стенкам сосудов. Образовавшийся тромб блокирует поток крови, что приводит к сердечному приступу или к удару. Любое онкологическое заболевание является следствием аномального роста клеток, вызванного разрушительным воздействием свободных радикалов. С возрастом урон, нанесенный свободными радикалами, накапливается, ухудшая состояние человеческого тела и рассудка. Все от морщин до сердечных болезней вызвано деятельностью свободных радикалов. Скорее всего это связано в первую очередь с тем, что наш организм не умеет так быстро адаптироваться к колоссально изменяющимся факторам внешней среды, которые развиваются с неимоверной скоростью. Посмотрите, каждый год увеличивается концентрация токсических факторов. Мы с вами едим пищу, которой огромное количество добавок, ненужных для организма. То есть организм не справляется, и поэтому мы стареем гораздо быстрее. Значит ли это, что раннее старение – процесс необратимый, и мы бессильны противостоять свободных радикалов. К счастью, это не так. Человечеству очень повезло, потому что растения и животные способны вырабатывать антиоксиданты. Антиоксиданты – это витамины и минералы, молекулы которых имеют дополнительные электроны. Эти электроны они могут отдавать свободным радикалам, нейтрализуя их губительный эффект и предотвращая разрушение клеток. Это свойство антиоксидантов сокращает риск большинства заболеваний.